приветствую всех друзья сегодня мы поговорим о довольно старом можно сказать многофункциональном станке родом из советского союза верстачный токарно-фрезерный станок vtf-1 был спроектирован и выпускался на крупном оборонном предприятии завод имени масленникова который находился в городе куйбышев самара у станка довольно древняя история которая начинается еще с 30-х годов 20 столетия изначально станок предназначался для выполнения несложных токарных и фрезерных работ в условиях серийного производства благодаря тому что его можно было настроить на одну или нескольких похожих операций первый вариант станка получал вращений от внешнего трансмиссионного вала который через плоскоременную передачу приводил в движение группу станков более продвинутый вариант станка устанавливается на верстак и использует индивидуальный электродвигатель шпиндель установлен на подшипниках скольжения конец шпинделя резьбовой на шпиндель можно установить патрон через планшайбу или использовать цанговый зажим для инструмента станок имел только одну скорость вращения шпинделя 2500 оборотов в минуту которая настраивается на определенную операцию подбором электродвигателя и диаметром шкива стандартный комплект поставки включает электродвигатель 055 киловатт 1500 оборотов в минуту шпиндель не имеет тормоза но может на ходу отключаться от рабочего двигателя с помощью рукоятки приводной ремень перебрасывается на холостой шкив шпинделя говоря об органах управления то стоит отметить невероятную простоту конструкции узлов благодаря чему все управляющие рычаги и рукоятки интуитивно понятно на передней поверхности корпуса мы замечаем два рычага один из которых отвечает за включение и выключение шпинделя ну а второй предназначался для зажима и разжима инструмента у станка присутствовали даже упоры продольного и поперечного перемещения по высоте консоль регулировалась специальной гайкой что не совсем удобно и это говорит о том что во время работы не было возможности перемещения консоли по оси x это также доказывает присутствие винта зажима консоли шпиндель монтируется на опорах скольжения а регулировка посадки осуществляется гайками 1 2 и 3 при переключении рычагом 4 ремня на правый шкив вращение шпинделя прекращается тогда как шкив 5 вращается на шпинделе в холостую подпружиненный палец 6 фиксирует оба положения переключателя рычага во внутренней расточке шпинделя смонтирована подпружиненная тяга 7 предназначенная для закрепления инструментов в коническом отверстии шпинделя или в специальной цанге зажим осуществляется перемещением тяги в левое положение рычагом 8 собачки 9 обеспечивает удержание тяги в положении зажима положение детали относительно шпинделя по высоте регулируется установкой консоли фиксируемой винтом 10 станок на самом деле конструктивно очень прост и надежен хоть и имеет довольно скромные размеры как например длина 760 миллиметров ширина 570 миллиметров и высота 500 миллиметров масса станка составляет 90 килограмм наибольший диаметр токарной обработки 40 миллиметров размеры рабочей поверхности стола длина 300 миллиметров и ширина 120 миллиметров и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok